всем привет с вами сайт soul finder сегодня в студии у нас возможно самые ожидаемые кроссовки сезона возможно кто-то уже может быть узнал их under armor sc это карри 4 степан прислал эту пару чуть раньше релиза с удовольствием открываю бокс много инициалов я могу делать все штуки он пишет через каждой игрой на своих кроссовках i can do all things ну так скромно я все могу иногда даже данкнуть посмотрите на этих красочек горячие какие он засветился в них финальной серии против кливленда в 2017 году в текущем но потомки наши будут смотреть и я думаю что должны мы обозначить что год был 2017 когда он появился впервые на паркете как это тут замши такая нежная впервые на паркете все прям вау это супер бомба честно говоря посмотрев на них впервые я подумал не пора ли возвращаться в баскетбол чтобы их потестировать шутка я конечно подумал стоит их померить может быть просто в них гонять и сейчас они появились у меня в руках побывали у меня на ногах и я постараюсь вам максимально подробно их описать показать так сказать диванные презентации в лучшем виде достану второй башмак нет смысла откладывать пусть он лучше картинку нам раскрасить второй башмак вот так поставим его сюда чтобы все четенько было и красиво и так карри 4 этот парень знает толк в баскетболе он на мой взгляд один из лучших снайперов если не сказать больше в истории не только nba в истории вообще баскетбола открыл новый новую главу run and gun и сегодня я поговорю о его кроссовках после такого долгого вступления понимая что вы уже томитесь начнем на данной расцветке у нас использована замшевая не основа а наоборот напыление такое то есть это по сути синтетический материал полотно цельная в области пятки идет шов 1 а с внутренней стороны его кстати нет обычно на кроссовках других брендов здесь и здесь разрезают но нет посмотрите какая аккуратная окантовочка здесь запаянная часть и плюс еще более плотная дюрабельная полоска которая вообще вам пригодится вообще она пригодится потому что кроссовки но очень мягкие не будем портить образец будем показывать на этих посмотрите по сути тканевый материал тканевая составляющая здесь более плотный верх а здесь ну такой немножко тянется еще в области шнуровки он уплотнен он не совсем запаян но более тугие стежки и в носовой части вентиляция есть через сквозные отверстия через поднимающийся часть типа язычковой зоны в области пятки ну то есть вся эта чулочная тема она хорошо пропускает кислородух смотрите степан очень любит подворачивать свои носки делает он не просто так он терпеть не может найки в адидасах он еще как-то бегал а найки он подворачивает потому что он против он против найки против отношения найки к нему и это он показывает я думаю что для него специально выпустят скоро носки на которых будут так найки-найки-найки-найки-найки-найки чтобы он не мог никуда подвернуть подворачивает он примерно так их я для чего это сделал чтобы показать вам зону шнуровки посмотрите каким интересным образом располагаются петли даже не знаю как показать вообще вот так покажем вот самое правильное решение посмотрите это не петля сквозная это двойная петля с таким продеванием внутренним посмотрите видите здесь идет в материал входит-выходит-входит-выходит точно также и здесь располагается то есть это какая-то двойная шнуровка потому что натяжение идет и по данной петле и по этой то есть очень интересное решение ну я не могу сказать что он супер функциональная я такой раньше не встречал я бы жил дальше нормально если бы его и не встретил данная расцветка в принципе отсылает нас к первому релизу этой модели двойной упаковки чемпионскому паку карри белый и черный с белым но там отличается логотипчик он весь золотой а здесь видите только инициалы золот золотым выделены и сейчас по ссылке в ниже ниже в описании вы уже можете сделать предзаказ на эти кроссовки и много обсуждений было когда выложили эту фотографию предзаказа в сеть все начали спрашивать как же так это же пак это же ограниченная серия ну они чуть-чуть отличаются но нельзя было их выпустить только в том релизе и поэтому сейчас вот этот декабрьский релиз уже у нас студии и он немножко отличается и так вот это замшевая часть за конечно придает лакшери стоял по сути не неся никакого функционала носочек вот характерная черта мы недавно рассказывали про adidas crazy explosive примерно та же самая схема он менее тянущийся менее но надеть их достаточно просто это не очень жесткие кроссовки неважно какой у вас подъем влезть вы сможете ну просто я честно без ложки даже туда проник и это очень хорошо потому что много времени некоторые люди тратят первое время покупая себе какие-нибудь soldier или ultra fly потом мучаются но в конце концов привыкают свыкаются и так далее петля для удобства надевания огромный логотип андарова на пятке посмотри какая узкая пятка для изящных ножек я думаю что в этом есть определенный посыл большим игрокам здоровенным игрокам они конечно не очень подойдут скорее низкие кроссовки для очень быстрых агрессивных первых номеров ну может быть вторых в области косточки вот этот кружок он достаточно жесткий и надев их на свои старческие ноги я понял что мне он оказывает давление на косточку мне это не понравилось я думаю что если бы я носил эти кроссовки я бы наверное ему вырезал бы у меня был плотный носок по ощущениям у меня стандартная десятка по ощущениям когда я примерял эту десятку на плотный носок спортивной обычный я бы может быть на пол размера больше взял может быть но не рекомендую этого делать лучше подобрать носки под кроссовки потому что они очень плотно сидят по ноге анатомически облегают и они такие очень узенькие узенькие итак с внутренней стороны золотая нашивка прострочка с внутренней стороны она немножко сзади выходит но ее перекрывает эту область и база кроссовок база кроссовок по сути обычная пена это не суперсистема амортизации андрарма еще не на той стадии находится когда они создают супер технологии хотя я думаю скоро трехмерная печать у них появится они будут одними из первых и возможно это будет уместно итак это я уже показывал пена пена и гелевая подошва прозрачная очень красивая хорошо выполнена черное-белое конечно меня подкупает внешней стороны посмотрите есть боковая граница которая поддерживает ногу от переворачивания от латеральных проблем спасает и вот этот захлёст подошва они очень широкие и не знаю в пропорции хочет сложно показывать но ваша нога заканчивается примерно где черный материал а все что за черным материалом это уже выступ практически но не знаю это только случайность может быть или приземление кому-то на ногу чтобы вы вывернетесь в обратную сторону они достаточно хорошо держат стабилизирует ногу не сейчас это нужно практически всем игрокам таким быстрым как степан рисунок протектора ничего сверхъестественного круговой логотип андер армор под сводом стопы такой фиксатор арки пластиковый и автограф игрока в данной расцветке вы можете видеть такие золотистые переливы на подошве вкрапления этой самой золотой крошки как панском посмотрите я нажимаю проминается я не знаю насколько хватит вот этой амортизации для веса допустим 90 килограмм или даже 100 я думаю скорее всего не хватит но для маленьких игроков это позволяет намного лучше чувствовать корт чем чем не чувствовать его в какой-то другой модели достаточно высокая и толстая подошва но она не толще чем большинство современных в этих кроссовках основная фишка конечно же это внешний вид как бы сейчас кто не послушал не услышал меня неправильно это неплохие баскетбольные кроссовки неплохие но не стоит забывать что они все же не супер дорогие я не могу назвать их бюджетными в россии по ссылке ниже они стоят 11 890 это первый цвет скоро появится еще детские будут стоить 9 тысяч рублей в америке по моему 140 долларов стоят высокие взрослые и по текущему курсу в россии на 60 баксов дороже 6 636 на 3 600 примерно 20 долларов переплаты если заказать их с какого-нибудь там ebay или каких других сайтов где доставка будет 30 40 долларов не принципиально по ощущениям по ощущениям повторюсь мне кажется это кроссовки для узкой ноги для узкой щиколотки именно вот в области косточек потому что натирание вот в этом кругу происходит а также а также я хотел добавить что у них подошва очень цепкая то есть у меня сейчас где нахожусь здесь пол не очень чистый это офисное помещение офис сайта soul finder очень хорошо цепляется то есть гелевая подошва в своем лучшем исполнении то есть то какая она должна быть я надеюсь что базовую информацию по этим кроссовкам я дал я надеюсь что это вам поможет и я надеюсь искренне надеюсь что это поможет и степану степану в 2018 году побороться за гайку ну а может быть за что-нибудь там еще так с вами был серж подписывайтесь на наш канал лайкайте и обязательно делитесь друзьями может быть не вы а может быть ваши узконогие изящные друзья захотят поиграть в этих кроссовках посмотрев видео наше в ваших социальных сетях сделать такой выбор надеюсь мы были полезны до новых встреч